Здравствуйте, дорогие мастера! Рада приветствовать вас на мастер-классе Заготовка пучков заранее И то, что вы здесь, доказывает, что вы смелые, вы молодцы Потому что эта тема очень спорная И наверняка вам на базовом курсе говорили, что это непрофессионально Так вот, если в следующий раз вам кто-нибудь скажет, что это непрофессионально Вы ответьте, что это так же непрофессионально, как поить ребенка трехмесячного из бутылки соской А не из стакана Наш мастер-класс будет построен таким образом Сначала я вам расскажу про возражения, которые вы можете встретить И про сомнения, которые, возможно, в вас еще сидят Я их полностью развею Потом мы перейдем к технической части Именно как делать пучки, как их заготавливать и так далее Потом я расскажу, как их использовать Вообще, как ими пользоваться, чтобы это было эффективно И в конце расскажу про свои любимые пазлы Благодаря которым вы не просто заготовите пучки заранее Но и сможете подготовиться по схемам к любому эффекту Итак, сначала поговорим про возражения Первое, это непрофессионализм О нем я уже вам рассказала К тому же, в нашей профессии вообще нет правил Никто не может сказать, это профессионально, это нет Точнее, есть всего три Это, чтобы долго носилось, чтобы было красиво и чтобы было безопасно И как вы думаете, клиентке приятнее все это получить, пролежав у вас пять-шесть часов Зато зная, что вы формируете пучки при ней Или получить все то же самое за полтора, максимум два с половиной часа Но ответ очевиден, да? Конечно, второе И поверьте, ей вообще все равно, какие пучки вы будете клеить ей на глаза Потому что она даже не узнает, какими пучками вы работали Просто потому, что у нее элементарно закрыты глаза Второе возражение, это плохая носка Об этом говорят мастера, которые против заготовок Которые кричат во всю горло, что это непрофессионально Но, включаем логику И возникает сразу вопрос А если они все-таки умные, все-таки категоричные, профессиональные То откуда же им знать, какая носка у заготовленных пучков заранее? Вот приведу пример Если я никогда не ела горчицу, то я никак не могу сказать Горькая она, кислая или сладкая Правильно? Отсюда вывод, что эти мастера в самом начале своего пути Чисто интуитивно догадались, что они могут начать быстрее зарабатывать Именно благодаря заготовкам Потому что отработать пучки, формирование пучков можно и в процессе Но почему не начать уже получать доход, да? Заготовить пучки заранее Это же логично Но они не знали, как это делать И у них получилась плохая носка У них сыпались пучки Просто потому, что они знали, как это делать Ну, правильно, они же не смотрели мой мастер-класс И у них ничего не получилось Отсюда и такие выводы Вот и все Третье возражение Это много клея и грязная работа И здесь снова вопрос Зачем брать много клея? Опять же, кто-то попробовал У него не получилось Он набирал там ведро клея на каждый пучок Просто не зная, как набирать нужное количество клея Чтобы это было аккуратно и эстетично Я вам разложу все по полочкам И даже если вы набираете лишний клей Просто не умеете набирать нужное количество клея Я вам расскажу, что делать с этим лишним клеем Чтобы у вас была работа чистая и аккуратная Четвертое возражение Заготовленные заранее пучки грязные И как можно их лепить на глаза клиента Дорогие мастера Здесь меня вообще просто накрыло Ты что эти пучки делаешь в конюшне Или в чебуречной Или это у тебя дома Или в студии такая грязь Вот честно, мне это даже на ум не приходило Я опять же подробно рассказываю Как делать пучки Как хранить их Чтобы они всегда были чистые И пригодные к работе Пятое возражение заключается в том Что если ты начинаешь делать заготовки То у тебя вообще не будет свободного времени Днем ты работаешь с клиентом Ночью ты заготавливаешь пучки Стоп! А вы что, не тренируетесь? Вы не отрабатываете формированием пучков? Вы не тратите на это время? Если нет, то вы доешачьи пасхи Будете наращивать по 5, по 6, по 8 часов Будете мучить модели А когда же зарабатывать? Отрабатывать формирование пучков необходимо И здесь идут абсолютно одинаковые временные затраты Но результаты мотивации абсолютно разные Просто когда вы отрабатываете формирование пучков И выбрасываете их Ваше сердце просто кровью обливается От того, что вы зря тратите ресницы И выбрасываете Именно поэтому многие мастера Не позволяют себе много тренироваться Из-за большого расхода материалов А плюс заготовок в том, что вы не просто будете отрабатывать формирование пучка Но вы будете делать это с любовью И много-много Потому что вы уже будете понимать Что это ваш будущий крутой заработок Шестое возражение Трудно перейти на работу с клиентом То есть формировать пучки уже непосредственно в работе с клиентом При клиенте Естественно трудно Если вы не догадались, от чего это зависит После того, как вы посмотрите этот мастер-класс Вы поймете, что нужно делать, чтобы впоследствии с легкостью Перейти на работу при клиенте Седьмое возражение Это то, что мастера, работающие в салоне Стыдятся наращивать готовыми пучками А чего стыдиться? Если вы сделаете все так, как я вам покажу У вас будет хорошая скорость Долгая носка Довольный клиент А что еще нужно руководителю? Руководитель будет доволен Ему вообще все равно, какими пучками вы работаете Заранее заготовленными Или формируете при клиенте Если же мастера стыдятся Соседних мастеров, работающих за соседними кушетками То поверьте мне Они только первый раз будут кривить носом Но когда они поймут, что вы зарабатываете в два раза больше Они на следующий день тоже придут с заготовками Теперь о плюсах Вы все знаете, что мы работаем с ядовитым клеем Что может появиться аллергия Что нужно защищаться от нее заранее А не тогда, когда она уже появилась Нужно работать в маске И не в ковидной голубенькой масочке Которая защищает ваших клиентов только от ваших слюней А как минимум в маске 3М Но даже в маске 3М очень трудно работать Многие через время начинают просто пыхтеть, как паровоз Так вот, плюс заготовок в том Что дома вы можете их делать Хоть в противогазе Купите себе крутую маску с большими качественными фильтрами И спокойно лепите себе пучки И тут еще такой момент Вы все равно будете работать с клиентом в обычной маске 3М Но благодаря заготовкам за то же время Вы примете в два раза больше клиентов А значит заработаете как минимум в два раза больше денег Почему говорю как минимум в два раза больше заработать? Потому что работу вы будете делать быстрее А это уже чек выше И большие объемы А это тоже другая цена То есть за то же время нахождение за кушеткой Вы получаете больше денег Понятно почему, да? Или вы с двумя клиентками будете сидеть По 4-6 часов на каждую И заработаете максимум 2000 рублей Потому что больше вам никто не даст Или вы за это время примете четверых И заработаете 6-8 тысяч А то и больше То есть ваше время это ваши деньги И чем быстрее вы будете делать процедуру Тем больше денег зарабатывать А если вы потратите 3 часа своего времени И посмотрите мой курс скорость Девочки, я вам гарантирую Вы на старте станете шумахерами в наращивании ресниц Это 100% Я даю такие фишки, которые реально сокращают работу в 2 раза Поэтому если у кого-то есть проблемы со скоростью Даже если вы прошли уже миллион вебинаров по скорости И вам это не помогло Девочки, очень рекомендую Еще один немаловажный плюс в заготовках Это то, что во время формирования пучков Вы можете делать устные уроки с ребенком Если у вас есть дети школьного возраста Также вы можете заниматься саморазвитием Включить какую-то аудиокнигу Или курс какой-то прослушать Можете посмотреть какую-нибудь душевную мелодраму Ну или турецкий сериал, например Главное это делать в чистом помещении А не на кухне, когда у вас жарится мясо Или варится холодец Еще один плюс Это, конечно же, себестоимость заготовок Себестоимость пучков Вообще, знаете, как мне пришла в голову идея Учить мастеров делать заготовки заранее? Я для себя сразу сделала вывод Что заготовки помогут новичку стартануть гораздо быстрее А значит начать гораздо быстрее зарабатывать Но я не видела спроса на эти заготовки Это потом я уже поняла Что девочки просто боялись спрашивать в пабликах, в группах Да, девочки, а как делать заготовки? Потому что их сразу вы закидали тапками И тогда я вспомнила про наш любимый сайт Алиэкспресс Когда я вела запрос в строку поиска Готовые пучки для наращивания ресниц Я была вообще в шоке Сколько было сделано заказов на эти готовые пучки Не сотни Их тысячи В некоторых магазинах даже десятки тысяч Я смотрю на это и думаю Девочки, что же вы делаете? Это же так просто Самой сделать пучки Плюс учишься формировать пучки во время заготовок Плюс ты сделаешь их такими вот родненькими, любименькими Которыми ты хочешь работать Ведь на сайте Алиэкспресс пучки, ну, кого, да? А вы сделаете, работаете Вы любите широкими пучками, вы сделаете широкие Любите работать узкими, сделайте узкими Ножку себе вылепите такую, которая вам нужна, да? Не так, как на Алиэкспресс есть Ножка две трети пучка и там вот такие два усика Вообще непонятно, что за пучок А цена Палетка более-менее приличных пучков Стоит дороже, чем ваши первые наращивания А этой палетки не всегда хватает даже на одного клиента А дешевые пучки настолько ужасны Что вы вообще просто не сможете ими работать Поэтому гораздо выгоднее формировать, конечно же, сама пучки Кстати, еще один плюс Это то, что вы можете продавать свои заготовки Я специально выложила на Авито-объявление Продаются готовые пучки Да, там цена от рубля до трех Я, конечно, ожидала, что будут писать сообщения девочки Будут интересоваться, но я не думала, что такое количество сообщений То есть реально на это есть спрос Есть девочки, которые начинающие Начинающие, им нужно делать портфолио с объемами, например Но они не могут еще делать пучки Или же у них нет достаточного количества еще ресниц А им нужно здесь и сейчас Ну почему бы нет? Почему бы не купить готовые пучки, если они хорошего качества? Правильно? То есть это реально пользуется спросом И если вы хотите тренировать пучки И отбить материалы в моменте Да еще и заработать на следующую покупку ресниц То выкладываете объявления о продаже пучков Вы представляете, какая мотивация к тренировкам у вас появится? Еще один плюс Это, конечно же, праздники Например, Новый год На Новый год клиентки хотят большие объемы, чем обычно Да еще и с декором Так почему бы вам не сделать пучки заранее 4,7D И заработать в 2-3 раза больше? Да или нет? Так, все возражения мы с вами рассмотрели Все плюсы мы тоже посчитали Если вдруг о чем-то я не сказала И у кого-то есть какое-то сомнение Девочки, пишите мне в личку Я вам любое сомнение развею Потому что это моя любимая тема Я ее просто обожаю Я вижу, как новички растут благодаря заготовкам И это реально работает А теперь мы переходим к технической части И первое, что мы должны сделать Это планшет для заготовок Смотрите, как будем его делать Берем доску для лепки Вот такую обычную доску Она плотная Продается в любых магазинах канцелярских товаров В продаже у них есть еще вот такие мягкие доски Они нам не подойдут Потому что когда мы будем опираться рукой Наш планшет будет отпружинивать Нам это не очень удобно А это очень плотная Составляет прям такую достойную конкуренцию Брендовым планшетам Из нее получается 2 планшета Разрезаем эту доску пополам Есть такие большие, значит их режем на 4 части Режется очень легко обычными вот такими ножницами Разрезали, получили 2 вот таких кусочка Для более эстетичного вида можете края и углы планшета Зашлифовать пилкой для ногтей или же наждачной бумагой Теперь берем двусторонний скотч Обычный двухсторонний скотч широкий И клеим на левую сторону планшета В принципе вы можете полностью заклеить планшет Если вам так удобно будет Это уже вы сами со временем посмотрите Когда будете делать Снимаем защитную бумажечку Вот такую И получаем липкую основу И здесь внимание Мы не ставим прям на скотч свои заготовки Мы не ставим в принципе вообще ни на какой скотч заготовки Потому что я очень серьезно подошла к этой теме И проверила все скотчи, наверное, которые есть Если вы поставите на обычный двусторонний скотч То со временем, особенно если у вас жарко в помещении Ваши пучки при снятии будут тянуть за собой Вот эту липкую основу И хорошо, если она останется на планшете Но бывает такое, что она отрывается от самого скотча И остается на ножке пучка Это как бы все Пучок негодный у нас будет Есть еще такие толстые скотчи Белые тоже в концтоварах продаются Они или на тканевой основе Или на бумажной основе Ну прям вот такие вот толстенькие Но со временем они просто высыхают И ваши пучки рассыпятся Поэтому даже не экспериментируйте Это я уже проверила Также я пробовала приклеивать малярную ленту Да, липкой стороной к верху Она так идеально Клеится в начале Вот пучки прям ставятся Просто шикарно Но со временем Эта малярная лента Как будто бы вот Я не знаю Как в болото всасываются эти пучки И их очень трудно потом снять с этой малярной ленты Тоже может не экспериментировать Я тоже это проверила Еще на Алиэкспресс продается Двусторонняя тонкая лента Для заготовок можно ее использовать Но Во-первых, вам нужно сейчас Во-вторых, сейчас вот у меня уже 8 дней стоят пучки На ней вроде бы нормально Но расскажу я вам минимум через 3 месяца Не раньше Потому что мы же здесь не просто Сегодня сделать, завтра нарастить Правильно? А нам нужно на долгое хранение Может быть человек год будет готовиться Там к Новому году Или к следующим праздникам Или будет продавать эти пучки На сегодняшний день Из всего, что я проверила Больше всего подходит Вообще единственное, что подходит Идеально Это вот такая пленка До сих пор не знаю, как она называется В магазине мне сказали, что это пленка-самоклейка Вот она с одной стороны бумажная С другой стороны абсолютно белая Она бывает разных цветов Но логически нам же нужна только белая Мы вырезаем вот такой кусочек И клеим защитной стороной кверху Вот такая вещь у нас получается Сразу хочу вам сказать Эта пленка проверена мною в разных вообще условиях Она у меня в морозильной камере лежала И на окне под открытыми лучами солнца тоже она лежала То есть как бы она испытала вообще все Все невзгоды, которые могут только быть и не могут И пучки сохранились Вот как поставили вы пучок Такой пучок у вас сохраняется И у меня есть пучки, которым 3 года Вот больше 3 лет С моего первого вебинара Еще в перископе Им больше 3 лет И они в целости и сохранности Так что это 100% проверенный вариант Итак, наклеили защитной стороной кверху Снимаем эту защитную сторону И у нас получается идеальная поверхность для наших пучков Но здесь опять внимание Мы не ставим просто так на эту липкую поверхность наши пучки Потому что когда вы будете переставлять планшет с места на место Ваши пучки могут прилечь на бок И приклеиться прям самой вилочкой к этой липкой поверхности И потом при работе очень сложно будет ее снять Поэтому мы берем простой лист белый А4 И отрезаем вот такую полоску Чуть шире, чем ширина нашей липкой основы Если вы делаете два скотча То есть на весь планшет будете делать заготовку То чуть-чуть шире планшета Почему пошире, я позже расскажу Теперь берем эту полоску И отрезаем на тоненькие части Примерно по 2 мм Получаются у вас вот такие полоски Эти полоски мы приклеиваем вот таким образом Выходя сюда чуть-чуть на пару миллиметров И расстояние между полосками у нас тоже будет где-то миллиметра два И мы получаем вот такой планшет На липкую часть между нашими бумажечками белыми В этом планшете у вас помещается практически только ножка И если ваш пучок завалится влево-право, ничего страшного Мы защищаем его стенки именно вот этими белыми бумажечками Это самый лучший планшет для заготовок Именно на таком планшете хранятся 3 года уже пучки И они в целости и сохранности Теперь, почему я говорила пошире дело, чем сама клейкая основа, липкая основа Чтобы на вот этих хвостиках, которые остались, которые у нас торчат Не приклеены На них вы будете писать длину То есть вы подписываете планшет Допустим, у вас там такая-то фирма Такая-то толщина А здесь вы пишете длину Чтобы вам было понятно Потому что на запомню, надеяться не стоит Сегодня помню, завтра нет Подписали там четверка, пятерка, шестерка, семерка и так далее И все, вам удобно Вы открыли, знаете, какую вы берете И какие потом, если что, доставлять И теперь, когда к вам пришла клиентка Вы берете готовый планшет уже с готовыми пучками Ставите сюда палетку с клеем И начинайте работать Планшет готов Теперь очень важный момент, как его хранить Он не должен у вас лежать в открытом виде никогда Вот никогда, кроме того времени, когда вы работаете с клиентом Когда вы им пользуетесь Он не должен лежать ни на окне, ни на полке Ни на тележке, нигде Его нужно в чем-то хранить Раньше вообще хранили планшеты в коробках от конфет В бумажных коробках Сейчас есть более удачный вариант И это Вот такие формы для суши Идеально подходят под наш планшет Во-первых, планшет четко помещается по размеру Во-вторых, идеально закрывается Сюда не попадает ни пыль, ни какая-нибудь другая грязь То есть идеально закрывается Если вам на долгое хранение, допустим, да Вы в этом году хотите сделать на следующий Новый год Положите его еще в целлофановый пакет Это вообще будет стопроцентная гарантия чистоты В-третьих, сюда можно поместить два таких планшета Один на низ А другой Клеите сюда двусторонний скотч на заднюю сторону И приклеиваете к крышке Все, и закрываете Чтобы нижние с верхним реснички не соприкасались Они, пучки ваши, не упадут Потому что они хорошо держатся на этой липкой основе И на два клиента у вас вот такая форма готова То есть на один планшет помещается пучколько, сколько нужно на одного клиента Ну, в зависимости от количества ресниц 500 пучков сюда помещается на один планшет В зависимости от объема, конечно Вот, то есть на двух планшетах два клиента То есть вот так вы сделали себе коробочку Убрали ее, и вы знаете, что два клиента у вас там лежат И вот так выставляете их стопочками Но чтобы не запутаться сбоку Сразу возьмите Вот ценники продаются в рулонах большие белые Приклейте ценник, они дорогие И пропишите Фирма, длина, изгиб И все И вы смотрите на свою стопочку Ага, вам сегодня нужно это Достали эту коробочку Достали те пучки, которые вам нужны И начинайте работать Также, если у вас есть пустые коробки от ресниц Вы тоже можете их использовать Для этого вырезаете планшет не широкий А по ширине вашей коробки Вот смотрите, я вам покажу Один из моих стареньких планшетов Смотрите, и вот так это выглядит Вот так Вот, для того, чтобы легко доставать Приклейте вот такой хвостик Из скотча Чтобы вы не ковыряли в планшете Ногтями пальцами Просто за хвостик взяли и достали Дальше, для того, чтобы ваш планшет не падал на крышку Да, если коробка перевернется Приклейте вот сюда скотч двусторонний Вот так И все И вот такие планшеты, кстати, если вы надумаете продавать заготовленные пучки Очень хорошо доезжают Еще я не советую вам складывать пучки в какие-нибудь коробочки или баночки в рассыпную Потому что пучки путаются друг с другом, переплетаются И вам очень сложно будет отделить один от другого На чем и как хранить мы разобрались Теперь еще одна важная вещь Пожалуй, самая важная И это ваша посадка во время формирования пучков Если вы сейчас прислушаетесь к тому, что я говорю То я со стопроцентной уверенностью вам гарантирую Что вы с легкостью перейдете на формирование пучков при клиенте А все дело в том, что при формировании заготовок Вы должны сидеть в той же позе, на той же высоте, как при работе с клиентом То есть, ваше положение должно быть максимально приближенное к рабочему То есть, если вы работаете дома То у вас дома есть и кушетка, и стул Вам намного проще Самое главное, когда вы садитесь за свою кушетку Ваш планшет обязательно должен лежать справа от вас Обязательно Если вы под планшет подкладываете какую-то коробочку То вы и во время тренировок подкладываете коробочку Ни в коем случае мы не придерживаем левой рукой планшет Ни в коем случае Левая рука у нас существует только для выделения родной ресницы Поэтому во время подготовки, во время заготовок Она у нас вообще не участвует в процессе пока Вот, поэтому обязательно планшет кладите справа Если же вы работаете в салоне И у вас дома нет того стула, на котором вы сидите И той кушетки, за которой вы сидите Вы, конечно, можете делать заготовки за столом Например, перед телевизором Но вы должны максимально подогнать, опять же, ваше положение К вашему рабочему Как вы будете сидеть за кушеткой То есть, если вы сидите на диване И он слишком низкий по отношению к вашему столу Подложите под попу подушки Или еще что-нибудь придумайте Чтобы ваше положение Вот я неоднократно буду повторять Было максимально приближенным к рабочему Главное запомните Мы не кладем планшет прямо перед собой Часто вижу, как девочки тренируются В формировании пучка Положив планшет перед собой Левой рукой еще придерживая И формируют пучки Даже если вы здесь наберете хорошую скорость А потом при клиенте уберете планшет Положите на то место, где он должен лежать Для вас будет ощущение, как будто вы делаете это в первый раз У вас не будут получаться сразу пучки И тем более с такой скоростью, как вы формировали здесь Почему? Руки лежат по-другому Глаза смотрят по-другому Пинцет вы поворачиваете по другим углом Здесь все очень важно Поэтому изначально мы убираем левую руку Планшет кладем справа, как он должен лежать И не важно, за кушеткой вы формируете Или же за столом Итак, дорогие мои, запомните Вот повторю, самое главное Это ваша посадка во время формирования пучков Не важно, тренируетесь вы Или же делаете заготовки Самое главное Максимально приближенная к рабочему Левая рука у нас не помогает Не придерживает планшет с линтами Правая рука у нас формирует пучок На планшете, который лежит только справа от вас Ну, конечно, если вы правша Теперь переходим к самой простой части Как же нам формировать эти пучки Делать тонкую ножку Или плоскую ножку Или круглую В общем, какую вам нужно Смотрите Мы снова берем вот такую доску Режем ее пополам И получаем вот такие вот планшеты На начальном этапе не стоит тратиться На какие-нибудь дорогие брендовые планшеты Возьмите вот эти доски, купите Если он вам 15 рублей Вам выйдет вот такой один планшет На этот планшет мы приклеиваем ленту с ресницами Из которой будем делать заготовки свои Берем микробраш Макаем его в обезжириватель Убираем лишнюю влагу И смотрите Сначала вот таким движением Потом вот такими вот движениями Снимаем всю возможную грязь с этих ресниц Мы же не знаем в каких условиях они делались Правильно? Поэтому почистим наши реснички Это еще один залог долгой носки Дальше берем безворсовую салфетку Тоже смачиваем ее обезжиривателем И протираем пальчики указательной и большой Те места, которые нам понадобятся для формирования нашей ножки Если вдруг в процессе формирования заготовок Вы отвлеклись, пошли, поели Или еще вот там куда-то сходили Когда возвращаетесь Повторите все те же самые действия Обезжирьте реснички Обезжирьте свои пальчики Дальше Смотрите Вы сформировали пучок Вот смотрите Показываю вам так Потому что в прошлых вебинарах показывала Но без макросъемки не получается Вам не видно Поэтому Вот такой пучок из микробраш Допустим И теперь смотрите Вы его сформировали Да? Макнули в клей И вот теперь внимание Двумя пальчиками Которые мы обезжиривали Вот этими местами Делаем два движения Раз И раз Если вам нужна плоская ножка Допустим Вы ставите искусственную ресницу На натуральную Сверху или снизу То Первое движение будет у нас Вот такое А второе Вот такое И у вас получается Вот такая плоская ножка Если же вам нужна плоская ножка По вертикали То первым движением Будет у вас Вот такое движение И вторым Вот такое Это если вы ставите ресничку Сбоку Допустим Да? Первое вот так Второе вот так Таким образом Вы и снимаете лишний клей Клей остается только внутри Между ресничками И формируете ножку Такую Которая вам нужна Если же вы работаете в объемах Допустим Будете вы делать заготовки От 4D и более То вам скорее всего Не нужна Не такая ножка Не такая Вам нужна скрученная Да? Аккуратненькая Тоненькая ножка Тогда вы что делаете? Вы немножечко Прижимаете Таким движением Немножечко таким И поправляете Опять же таким Понимаете? И вы таким образом Сможете собрать Аккуратную Кругленькую ножку Самое главное Когда вы делаете заготовки Вам нужно использовать Клей Только медленней Не быстрее 2 секунд Потому что Если будет быстрый клей Вы не успеете Снять лишний клей Он затвердеет И будет такая вот Прям куча клея На ресницах И так же Вы не сможете Сформировать то Что вам нужно А при медленном клее Вы уберете лишний клей У вас будет чисто Снаружи абсолютно Клей останется Только в ресниче Между ресничками И сформируете Ту ножку Которая вам нужна Это тоже очень важно Еще в клей Мы макаем Только кончик Вот сам кончик Пучка Если же вы Пока еще Не умеете набирать Нужное количество Клея Берете его Слишком много Ничего страшного Берете обычный Бумажный скотч Клеить его Рядом С той поверхностью На которую вы капаете Клей И прежде чем Поднести К пальцам Пучок Вы набрали Лишний клей Взяли Сначала Вот так вот Вытерли У вас клей Медленно Он вам позволяет По времени Это делать Сняли лишний клей И все И потом уже Формируете в пальчиках А скотч нам нужно Убирать лишний клей Для того Чтобы у вас На пальцах Не было быстро Горы клея Она все равно У вас все равно Будет оставаться Клей Это понятно Но не так быстро И не так много На этом Техническая часть Закончена Теперь вы знаете Как делать пучки Как делать заготовки Правильно Чтобы и носка Была хорошая И время наращивания Вы конечно же Соберите Если будете работать Заготовками И соответственно Денег заработаете Больше А если есть у вас Какие-то другие Движения Другие непонятные действия Которые вас тормозят Кроме формирования Пучков То рекомендую Мой курс Скорость Он поможет вам Сократиться Минимум в два раза А сейчас Мы переходим К следующей части В которой я расскажу вам Как же работать С заготовками Пучков Вы должны понимать Что научившись Сделать заготовки Даже уже Сделав себе Десять таких Вот форм С заготовками На десять На двадцать Клиентов Вам Помимо заготовок Помимо формирования Пучков Есть еще Много действий Которые тоже Нужно отработать Это и выделение Родной ресницы Это и постановка Искусственной ресницы На натуральную Это и направление Это и отступ И много чего Другого Так вот Делать пучки Заранее Вы можете В свободное время Но остальные Все параметры Вы должны Тоже отрабатывать Раньше Я всегда Советовала Брать модели Я даже Прописывала Целый алгоритм Как с ними Работать Чтобы после Седьмой модели Уже начать Смело Брать деньги С клиента И в принципе Нормально наращивать Сейчас Многие девочки Пишут Что им Как начинающим Мастерам Очень сложно Найти модели Модели не идут К начинающему мастеру Потому что Достаточно много Школ Достаточно много Опытных мастеров Которые приглашают Модели бесплатно То и платят им Деньги Для Допустим Создания Своего портфолио Если у кого-то Из вас Сейчас Есть возможность Принимать модели А их нужно Принять Семь человек Каждый день Подряд То есть Если вы Два дня Подряд Приняли Потом Три дня Отдохнули Первые два дня Можете не считать То есть Вам нужно Семь моделей Подряд И на каждой Модели Отрабатывать Одно действие То есть Допустим На одной модели Вы отрабатываете Постановку На двух Следующих Моделях Вы отрабатываете Выделение Родной ресницы То есть Когда вы ставите Искусственную ресницу На натуральную Вы думаете Только о выделении Вы не думаете О том Как ее поставить Конечно Это может быть Нехорошо Для модели Но таким образом Именно Вы учитесь Разделять ресницы Там На следующих Двух моделях Вы отрабатываете Отступ На следующих Двух Отрабатываете Направление Советую девочке Модели Брать вам бесплатно Потому что Бывают такие Попадутся Что Они заведомо знают Что они идут Начинающему мастеру И тем не менее Будут стоять Полчаса Перед зеркалом Разглядывать Вот и так И так Такое ощущение Что дай ей сейчас Лупу Она Или дай ей возможность Да Она вытащит глаз И через лупу Рассмотрит его Только для того Чтобы вам сказать Да Сразу видно Начинающий мастер А представьте Что она будет Вытворять Если она еще И заплатит За вашу процедуру Поэтому берите Бесплатно Сейчас Я пришла К выводу Что гораздо Более эффективно Тренироваться Без модели Я придумала Очень хороший Курс Который Реально Помогает Девочкам В тренировке Без модели То есть Вы не будете Нервничать Это специальный Курс Пошагово Тренировок Для начинающего Лэшмейкера Он абсолютно Бесплатный Вот получили Закончили Базовое обучение Сразу Придите Посмотрите Этот курс Он вам Очень сильно Поможет В самом начале Он даже Помогает Девочкам Которые Как бы Не вчера И не сегодня Закончили Базовый курс И все равно Очень помогает Им ускориться Поэтому Вы в свое Свободное время Делайте Заготовки Но не забывайте Обязательно Вот посмотрите Этот курс Опять же Повторю Он абсолютно Бесплатный И отрабатывайте Другие моменты В наращивании Если же Вдруг что-то Непонятно Это Этот материал Бесплатный Это в подарок Курсу скорости Понимаете Это вообще Это просто Просто каждому В помощь Каждому начинающему Мастеру В помощь Вот Если вдруг Что-то будет непонятно Или что-то будет Не получаться Девочки Я вам очень рекомендую Прийти на мой курс Скорость наращивания ресниц Да Он стоит Не тысячу рублей Он стоит Две с половиной Тысячи рублей Но вы Посмотрев его Отобьете На первом клиенте И не промухаете Этот новый год Это Это самая лучшая Инвестиция Сейчас Пучки И скорость Понимаете Зато вы заработаете Вы нормально Заработаете Уже на этот новый год А так Вы сэкономите Две с половиной Тысячи рублей Просидите декабрь И в январе Скажете Вот Ну почему Почему Да Или там Пойдете на более Дешевые курсы Возможно Там тоже нормальная Информация Но я вас уверяю То что я нашла То что я заметила Я заметила Это тоже не с первого года Я заметила Это вот только Это только на третьем году Уже Обучая учеников Ну как бы Эта информация Вообще стоящая Я просто никогда Не запущу платный курс Если не буду уверена Что он реально работает Понимаете Вот кто меня давно знает Ну Не дадут соврать Я лучше запущу Один курс В три года Но я буду анализировать Я даже по пучкам Вот эту ленту Я почему С самого начала Предупредила Я вам скажу Результат Не ранее Чем через три месяца Хотя кто-нибудь Сейчас услышит И как это обычно бывает Обязательно Вот посмотрите Скажет Ой Эта лента Крутая для пучков Поняли Да Которая с Алиэкспресс Я этого не делаю Мне нужна Стопроцентная гарантия Того Что я говорю Что это правильно Что это точно Что это верно Поэтому если я все-таки Запускаю этот курс В продажу Поверьте Он очень стоящий И опять же Декабрь Девочки Самый горячий сезон У лэшмейкеров Можно заработать Можно поработать С пучками Вы возьмете больше клиентов Но нужно знать Еще многие нюансы О которых я рассказываю В курсе скорость Вот не пожалейте Приходите Дороже Чем у других Возможно Но на сегодняшний момент Это будет лучшая Ваша инвестиция Теперь я вам расскажу Как же работать С нашими готовыми пучками Как рассчитать Количество пучков Которые нужны нам Для того или иного эффекта Итак Вот наш глаз Глаз клиента На глазу клиента Бывает от 100 До 350 ресниц Но 100 бывает редко 350 еще реже Поэтому я беру Просто произвольное число Так более-менее Среднее 240 ресниц Для того Чтобы было легче считать Вы возьмете Любое свое число Какое захотите Сможете прочитать Любую схему Вот Возьмем Самый простой эффект Не буду говорить Как он называется Потому что У всех он называется По-разному Вот здесь максимальная длина 12-я допустим Здесь 11-10-9 Здесь 11-10-9 Здесь 8-7-6 Смотрите Вот показываю Не какой-то определенный эффект А показываю Пример Как можно просчитать Любую схему Итак Глаз у нас поделен На 4 части Если вы делаете Свою схему И делите глаз На 5 частей То вы делите На 5 частей Но вы сейчас Будьте внимательны Глаз поделен На 4 части Взяли мы ресницы 240 Значит В каждой части У нас должно быть По 60 ресниц По 60 пучков Правильно? Теперь мы записываем У нас 12-я Один сектор Сколько? 60 штук Пучков 11-я у нас У нас этот сектор 60 штук Поделен на 3 Значит Их будет 20 И этот сектор Поделен на 3 Значит Их будет еще 20 То есть Всего 40 Дальше Десятая длина То же самое Отсюда 20 Отсюда 20 20 плюс 20 Тоже 40 Девятая То же самое 20 плюс 20 Тоже 40 Восьмерочка У нас только здесь То есть Ее всего будет 20 штук Семерка 20 Шестерка 20 И вот это все На один глаз Значит На 2 глаза Мы все это дело Умножаем на 2 И пишем У нас Двенадцатое 120 Одиннадцатое 40 умножаем на 2 80 Десятка 80 Девятка 80 Восьмерка 40 Семерка 40 И шестерка 40 И теперь Вот эти все Пучочки Нам нужно Грамотно Выставить На планшете Вы же не будете На целом Большом планшете Делать Допустим 12 Потом 11 Вам же Должно быть Еще удобно Работать Правильно Поэтому Как мы Распределяем Длины по планшету Смотрите Если вы работаете С двумя глазами Одновременно То вы ставите Сюда Двенадцатую Сюда Одиннадцатую Сюда Десятую Сюда Девятую Сюда Восьмую Сюда Седьмую И шестую Допустим Без разницы Можно 6 7 8 И так далее То есть Вы отсюда Взяли на один Глаз Взяли на другой Взяли на один Взяли на другой Закончились Пошли дальше Столько Сколько вам нужно То есть Вы поставили Двенадцатое 120 К примеру 80 Одиннадцатой Десятки 80 Девятки 80 Восьмерки 40 Семерки 40 Шестерки 40 Единственное Я вам советую Сделать лишние 5 6 Можно по 10 Тресничек Каждого размера Для того Чтобы вдруг Не приклеился Пучок Вдруг где-то Повредился Пучок Чтобы у вас Было чем Заменить Это если Вы работаете С двумя глазами Одновременно Если вы Работаете По одному Глазу То мы Немножко По другому Расставляем На планшете Наши пучки Смотрите Мы делим Его пополам И ставим Вот это Первый глаз У нас Вот это Второй Смотрите Сюда мы ставим Например Шестерку Сюда Шестерку Для каждого Глаза Отдельность Шестерки То есть Здесь будет Шестерка 20 И здесь Будет Шестерка 20 Дальше Семерка 20 Семерка 20 Восьмерка 20 Восьмерка 20 Девятка 40 Девятка 40 Десятка Десятка 40 11 40 И 12 60 Почему так Почему делить На пополам Планшет Это только для того Чтобы вы могли Контролировать Количество ресниц Клиента На обоих глазах Потому что Может быть Такого что На одном глазу У него много ресниц На другого мало И если вы будете делать Как в первом случае У вас будет подряд Длинный Вы можете всю шестерку На один глаз нацепить На второй у вас не останется Правильно? И вы собьете со схемы А так вы берете Закончили первый глаз Перешли на второй Вы видите Сколько ресничек У вас потрачено Понимаете? То есть Вы даже можете Таким образом Проконтролировать Количество ресниц У клиента И сделать глаза Симметричными Опять же Если что-то Непонятно По вот этим Расчетам Пишите мне Все Все подробно Еще раз Объясню Теперь давайте Немножко усложним Смотрите Вот точно Такая же Схема Точно Такой же Глазик Ну допустим Мы решили Вот сюда Сделать Допустим Д Изгиб А здесь У нас Пошли С Вот для того Чтобы мы не просчитывали Что у нас там Десять Одиннадцать Десять Девять Допустим Да У нас идет Д-изгиби А здесь С Чтобы мы на планшет Вот это все Не выставляли Я и придумала Супер крутые пазлы Итак Что же такое Наши пазлы Это Обычный планшет Разрезанный На Несколько Вот таких Полосочек И каждая Из этих Полосочек Теперь отдельно Является Маленьким Планшетом То есть Вы этот планшет Делите на Четыре Например Маленьких Планшетика И в нашу форму Для заготовок Мы точно так же Кладем Не один Вот такой Планшет А вот такие Маленькие Планшетики Вы можете Сделать их Еще уже Потому что Если разделить Такой планшет На четыре То здесь Помещается Около Трехсот штук На одном Планшетике В зависимости От объема Бывают Если большие Объемы Вы делаете От 5D То поместится 150 штук 180 Обязательно На планшетик Сзади Приклейте Двусторонний Скотч Чтобы вы могли Вот так Приклеить И не переживать Что они у вас Куда-то упадут Если же вам Нужно работать Допустим Придумали Выбрали Вы какую-то схему У вас Все эти планшеты Подписаны Да Точно так же Здесь На вот этих Хвостиках Наших Помните Например 12 11 10 И так далее Вы выбрали Себе Что вам Нужны Эти длины Вы их Достаете Берете Обычный Планшет Берете Ваш Маленький Планшетик Он у вас На двустороннем Скотче Приклеиваете На Ваш Рабочий Планшет И все И начинаете Наращивать Вы соберете Любую схему Из этих Пазлов Нужно вам С Допустим Да Вот у вас К примеру Опять же Допустим Здесь у вас 9 С 10 11 12 Вы взяли Сюда поставили 9 С Сюда поставили 10 Сюда поставили 11 И сюда поставили 12 То есть Вы комбинируете Эти пазлы Как хотите Собирайте Любую схему Девочки Пользуйтесь Этими пазлами Они Очень Сильно Сократят Вам Время Еще Одна Подсказочка Такая Конечно Если Вы ведете Карту Клиента И вдруг У вас Уже Постоянные Клиенты Вы решите Воспользоваться Заготовками То Заранее Посмотрите Как Какие Пазлы Да Как сложить Пазлы Для какого Эффекта Если вы знаете Что вы будете Делать клиентке Если же Нет Посмотрите Фотографии В соцсетях Как она Выглядит Как она Красится Что у нее С веком Там нужно Прикрыть Что-нибудь Ну заранее Примерно Подготовьте Придет клиентка Вы у нее Уточнили Что она Хочет Сделать И при ней Когда она Ляжет Дособирайте Ваши Пазлы Это Очень Круто Это Очень Сокращает Время Ну а Чтобы Еще Больше Сократить Время Еще Ускориться Я вас Приглашаю На мой Курс Скорость Наращивания Ресни А для Вас Именно Для тех Кто Досмотрел Этот Мастер Класс До Конца У Меня Приятный Приятный Я Дарю Вам Скидку На Курс Скорость Наращивания Ресниц На Бомбический Курс 50% То есть Вместо Двух Споловиной Тысячи Вы Заплатите Всего 1250 Рублей Девочки Новый год На носу Инвестируйте В себя Успейте Ускориться Потому что Там у вас Будет Полная Запись Клиентов Чего Я вам Искренне Желаю Ну а Для Самых Скоростных Которые Готовы Оплатить Сейчас Прямо Сейчас Перейти По ссылке Ниже И Оплатить Мой Курс Я Дарю Скидку Еще 250 Рублей То есть Вам Этот Курс Обойдется Всего В Тысячу Лучше Сейчас Заплатить Эту Тысячу Рублей И Приумножать Ее Благодаря Скорости Которую Вы Наберете Чем Сэкономить Сейчас Эту Тысячу И Принимать По Одному Клиенту В День Успехов Желаю Вам Быстрого Карьерного Роста Желаю Вам Просто Человеческого Счастья И Много Много Денег До Встречи На Курсе